Есть у нас действительно ряд стран, которые подписали этот договор и организацию, точнее, о коллективной безопасности. Скажите, пожалуйста, есть все-таки, как вы считаете, как ваш взгляд из Казахстана, есть все-таки вероятность того, что ряд этих стран присоединятся к российской армии для того, чтобы воевать против Украины? Я так очень толерантно и очень так аккуратно ставлю этот вопрос. Формат ОДКБ не предполагает проведение каких-либо операций на территории третьих стран. Формат ОДКБ предусмотрен для защиты по периметру организации в случае внешней агрессии в отношении одной из государств. В данной ситуации, как бы она ни называлась война или спецоперация военная, это проходит на территории Украины полностью. Как бы со всеми районами, контролируемыми, может быть, российской армией, но в то же время непризнанными нами в качестве самостоятельных субъектов международного права. То есть это полностью территория Украины, на ней проходят определенные военные действия, не имеющие никакого отношения к формату ОДКБ. Поэтому я вас попросила, я хотела, чтобы вы это озвучили, чтобы, знаете, это звучало действительно из уст казахского политолога, для того, чтобы там не было инсинуаций, вот там журналистский, украинский. Я думаю, что все грамотные люди могут это прочитать, посмотреть, все есть расписано, где эти действия могут проходить. Поэтому вот такие озвучивания иногда со стороны российских политиков, я так понимаю, которые на самом деле знают, знают, как происходит работа тех стран, которые на сегодняшний день есть в составе ОДКБ. Я думаю, что это тоже не просто так озвучивается, для того, чтобы посмотреть на реакцию, как это действует.